Всем салют, с вами Агут. Ну что, появились некоторые обновленные данные по поводу фильма «Человек-паук. Нет пути домой». В первую очередь это то, что фильм может оказаться длиннее, чем мы ожидали. Не намного, но длиннее. Изначально была информация, которая являлась лишь слухом, что фильм будет идти 2,5 часа. Позже его длительность приобрела более четкие рамки. На официальных сайтах, а также сайтах кинотеатров уже указывалось время 2 часа и 39 минут. И вот в сеть попала картинка с чуть большей продолжительностью. И это уже 2 часа и 49 минут. Что довольно неплохо. Даже очень. Сразу появились мысли, что фильм, возможно, обязан такому времени из-за большого количества персонажей. И я также вспомнил, как тот же информатор Дэниел Рихтман писал в одном из своих твитов, что в фильме будет 60 злодеев. Может это было шуткой, но даже если и так, то в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. Посмотрим, подтвердятся ли эти данные или нет. Но хотелось бы, чтобы это оказалось правдой. Я имею ввиду длительность фильма. Да и против злодеев ничего не имею. Едем дальше. Все мы знаем, что официальный трейлер к фильму покажут 16 ноября в 17 вечера по Тихоокеанскому стандартному времени. При этом сообщалось, что это произойдет в бизнес-центре Ригал Шерман Окс, что в Лос-Анджелесе. И будут разыграны лишь 40 билетов. Однако уже вечером 14 ноября стало известно, что из-за большого ажиотажа вокруг премьеры трейлера, было решено перенести мероприятие в помещение побольше, а также разыграть дополнительно 30 билетов. А теперь по поводу рейтинга. Известно, что рейтинг фильма «Человек-паук. Нет пути домой» имеет возрастное ограничение 12+. И многих это расстроило, так как они, по их мнению, не увидят того, чего ожидали. Что фильм будет менее мрачным и драматичным, не таким серьезным, больше детским и так далее. Но если посмотреть другие фильмы про Человека-паука, то можно обнаружить, что та же трилогия Сэма Рэйми с Тоби Магуайром, а также диалогия Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом имеют такой же рейтинг, а именно 12+. Поэтому не нужно уж так отчаиваться по этому поводу. Единорогов там не будет. Кстати, из всей «Паучьей серии» только у «Возвращения домой» стоит рейтинг 16+. Вот так, уже почти на финишной прямой. Всем спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!